здравствуйте дамы и господа с вами дайс мастер и я приветствую вас на стриме по вестланду второму привет тем кто смотрит это в записи и в общем у нас дальше достаточно большой перерыв был с предыдущего стрима я даже немножко подзабыл о чем здесь речь была насколько я помню мы были вот в этой местности что у нас роде или что в общем аграрное такое поселение которое захватили очередные предприимчивые бизнесмены чем бандиты которых пригласил мэр для охраны этого поселения этого города в результате они решили что вместо охраны можно просто всех скрутить в бараний рог и заставить работать на них на халяву установили свои правила заменили местную валюту заставили всех выращивать исключительно что они там заставили выращивать в общем какую-то хрень которая для текила нужна была в общем ничего полезного жрать нечегося с голодухи дохнут совершенно плохо все и мы решили что раз уж тут все так плохо хоть с паршивой овцы хоть шерсти клок и взялись на подработку у местного чувака который не помню как зовут вообще который заправляет вот этим всем и он нас попросил что хороший вопрос давайте квеста откроем но явно увеличить радиосвещание биатричи биатричи данте вот уговорите фермер шут джесс выращивать на ферме агаву вот стивен данглер зовут этого чувака который сейчас здесь всем заправляет и он просит нас найти фермер шут джесс заставить его вращивать агаву агава это как раз то что для текила используют микрофагист горит в город пришли 90 и да именно так в общем кругом бандиты бандиты всем управляют потихонечку разрушают жизнь местных жителей мы пойдем пожалуй отсюда из этого города потому что ну сейчас тут насколько я понимаю какие-то квесты выполнять не стоят если даже есть возможность у нас есть возможность зайти к чем уговорить девушку как она там называлась то которую данта была в общем данта с девушка какой-то там жил и он просит ее уговорить прийти в сарай чтобы там запереть ее и немножко так вот заставить быть с ним насильно командира бикон передает что недостаточно складе недопустимо да где-то это я уже слышал по моему в предыдущий раз на стриме была та же самая фигня где-то вздыхает один бедный несчастный мэр где он кстати какая разница где он мы тем временем уже почти вышли с этого места и отправимся в пустошь посмотрим где там фирма той самой дамочки которые нам нужно найти я уже между прочим забыл как ее зовут как и звали то джесс о да о да и как обычно баги я не могу прокрутить ничего здесь прокрутка не работает почему-то вдруг внезапно вот заработала на фермер шут джесс нужно говорить вам может показаться что я не слишком с большим энтузиазмом сейчас играю в с лан 2 но на самом деле так и есть потому что в с лан 2 играю уже достаточно долго с большими перерывами и не сказать чтобы игра постоянно умудряется как-то удерживать внимание подкидывать какие-то увлекательные интересные события поворота сюжета увлекательных персонажей перед нами показывать но мы не знаем где здесь джесс находится она точно находится здесь где-то вокруг этого места или она находится вроде ну да после какого-то момента играть вал трейсер просто куча боев где-то куча боев покажите мне мои это интереснее местных квестов что местные квесты просто ну а вы знаете чем не напоминает westland 2 очень странный проектик да санитароподземелий точно такое странное название вообще попробую припомню так вот санитароподземелий вот чем это напоминает реально тоже какие-то бундуганы все везде позахватывали какие-то вот вот такие болотные разборки кругом разруха и безысходности точно так же как вот с westland 2 санитарах со временем повествование очень сильно проседает если поначалу там офигенная интересная завязка классная атмосфера увлекательные шутки персонажи то это очень быстро скатывается в никуда абсолютно возвращаемся вроде блин ведь правда горит некрофагист действительно похожи да что то есть такое на самом деле вся суть в том что и та и другая игра они вдохновлялись фоллаутом как собственно и стилистикой и так и тематикой фоллаута только одна больше таких сурово криминально воровских реалиях типично таких советских наверное даже криминальных реалиях а другая скорее в реалиях низкобюджетные разработки американскими разработчиками мечтающими о славе был их времен времен вейстланда страж башни это фирма уиллы а ты не джесс как ни странно стивен данглер дал нам ростки агавы чтобы мы продали их фермерши джесс за 40 пуль это пример отличного гейм-дизайна в игре потому как я не знаю кому идти где идти чё делать и но это тупо вейстлан 2 давайте посмотрим таким образом поищем квест родим по идее нам сейчас не нужно искать джесс мы уже сделали все для того чтобы сейчас попасть к мэру и начать наш захват города окей все вроде бы ясно то есть мы сейчас берем и пробуем пробраться к мэру но нужно по идее поговорить с этими ребятами для этого мы сделаем как сейв здоровье крестьянин это зона придурков лучше эту честь запах текила любит но смотри я слышал вы работаете на босса добро пожаловать вроде братан придурок до нас реально пропустили сюда теперь мы можем поговорить с этим мэром но для этого его нужно сначала отпустить да то есть нужно сначала всех отравить а потом уже прийти к мэру и поговорить с ним после этого нас атакуют на давайте действительно возьмемся за то что потравим всех кого только можно насколько я помню первым делом мы можем в доме мэра отравить того идиота скормив ему стейк где здесь вход у нас вот он на самом деле недалеке от того момента когда можно устроить заварушку всех перестрелять ура это прям знаете бодрости придает а а мог бы просто всех расстрелять на прошлом стриме пройти локу опоссиум вкусней у нас есть вкусней опоссиум чё тебе надо мы принесли тебя мясо опоссума дай бог бегану беган любит мясо опоссума это у нас та шестерянки шестерки придарка да 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 это биатрича надо с мэй поговорить думаю мы готовы прямо сейчас может запереть придурка в комнате запираем та же штука у пифендер кингмейкер горит некрофагист не смог пройти к тому же персонажа становится дикой любой бой становится неинтересным ну как сказать на самом деле имба когда она позволяет себя достаточно красиво и с удовольствием разбираться с врагами может быть интересный просто в том насколько действительно геймплей позволяет тебе чувствовать что именно ты разбираешься с врагами они просто они сами по себе лопаются и исчезают вообще в принципе чувствует себя крутым достаточно может быть интересной формой геймплея но это нужно так подать чтобы чтобы это было действительно увлекательным чтобы сам геймплей по себе было разнообразным и таким как бы адиктивным водит из казино пэт топор кого-то надо отравить там было да отравить пэта топора были кропро ульрик просил нас добыть в клинике хлоргидрат чтобы вырубить пэт взяв у нас хлоргидрат ульрик приготовил снотворный коктейль рассчитанный на то чтобы вырубить топора давайте с ним еще раз поговорим нет похоже это коктейль у нас теперь так и как ему налить этот коктейль а мы уже налили ему да скажите честно мы его наливали этот коктейль в прошлый раз или нет кто-нибудь помнит я думаю может быть кто-то все-таки помнит но выглядит так как будто мы этого не сделали травим пацана по беспредел ну конечно а что ты хотел хлоргидрат это что-то в воде превращающиеся в хлористую кислоту ну может быть не знаю я не силен химия давайте посмотрим наш инвентарь вот отравленная выпивка да давайте ее на нет это просто отравленная выпивка возможно нужно как-то ее подложить у нас же нет воровства здесь насколько я понимаю хм это кип пазл загадочка это не просто траванет говорит дейдример а разъезд ему ротопищевод ох какая увлекательная судьба ждет этого чувака но мы если что остановим его страдания живительные дозы и свинца это лечит такие проблемы так у нас есть бутылка с отравой у нас нету возможности ее применить как это сделать с кем поговорить может сюда зайти так автоматы бандиты с казино бандиты с казино просто кругом бандиты одни сплошные моя не понимать вообще что делать нужно надо выпить так стоп непонятно то есть взять эту штуку в руки применить на кого-то нельзя можно только отместить как в рахло да непонятно что делать с пятом топором а вот он проснулся зараза наконец-то тут ходишь бродишь вокруг не понимаешь что делать я по нему кликал несколько раз оказывается по нему кликнуть нужно видимо больше чем несколько раз этот парень похож на бритвы йети еще судя по всему по виду и запаху он слишком много пьет вы плохие вы испортили мой сон топор убьет вас да ланте тише пэт мы хотели угостить тебя выпивкой вот держи сок с наведений пэт пошел обратно к зайчикам пизепи одобряет охренеть пизепи одобряет пизепи одобряет отравление людей я не ожидал такого поворота тут еще тяжело общую картину держать в голове говорит некрофагист сделав неверное движение можно похерить все прохождения локации но не всегда понятно как действие может повлиять на общую картину вещей да да тут очень много таких вещей которые прикрываясь олдскульностью на самом деле являются геймодизайнерскими недоработками так что еще мы можем сделать кого из них мы можем травануть или нейтрализовать каким-то образом кстати мы можем сделать вызов и левелапнуть скотчем прекрасно давайте проверим по прохождению вообще посмотрим там есть какие-то действительно вещи которые мы могли упустить это вроде бы все то есть можно сейчас идти я насколько понимаю с мэром разговаривать и начинать бой ух слава прохождению как бы иначе я догадался бы до всего этого что тут совершенно не очевидно что например ты получаешь доступ к мэру после того как ты взял квест у этого как его у данглера и после защиты ворот от робота что после этого ты теперь можешь пройти сюда совершенно не очевидно не очевидно что нужно действительно вот поговорить с мэром в общем порядок действий абсолютно какой-то не очевидный и при этом требующий какой-то строгой последовательности для того чтобы правильно решить эти события игра как бы тебе не намекает напрямую обо всяких вот этих вот действиях что они так взаимосвязаны друг между другом что ты сам бы до этого легко додумался бы прям с первой попытки я уверен что для того чтобы до этой последовательности легко дойти и понять как правильно собственно все сделать нужно неоднократно попытаться так или иначе проиграть эту ситуацию а много ли людей которые хотят этим заниматься на этом этапе игры не знаю так или иначе давайте сделаем отдельный сейв и поехали опускаем мэра благодарю чужаки приятно было не так быстро мэр рейнджеры с возвращением мэр у вас новые друзья теперь мне придется убить вас всех вот только робота не надо он серьезно кто у нас следующий ходит вот этот вот чувак но он далековато добиваем его или нет упс похоже дела достаточно плохи у нас одного прикончили этому наверное надо в руки стрелять прицельном или этому нет этому в руки ну вот мы отстрелили ему руки и это не помогло борис умер но всегда будут помнить нет к сожалению это значит что нам придется загрузиться об этом я говорил пишет некарфагист много не очевидно если бы игра была короче раз в пять ее можно было бы перепройти без труда было бы куда лучше ну нет я не то чтобы против длинных игр длинные игры бывают очень хорошие просто том что когда игра длинная то это накладывает определенные как бы сказать ограничение на то что ты ждешь от этой игры давайте возьмем вперед кого поставим борис реальном дубль 2 внеслось чё пацаны по войскам 3 когда выходят да вроде относительно скоро же не в августе ли я не ошибаюсь напомните пожалуйста когда там должен быть войскам 3 глади бак это пирс из и фью в мейдс и мню фрэнс мэр на амган афта килл отравленный напиток отравленное мясо опоссума возможно как-то можно было бы отравить вы питера шины тосом кто знает но я не уверен на эту тему бегаем сюда стреляем в вот этого пожалуй да самого прочного отлично теперь как я говорил приседаем пробуем убить вот этого переднего ну в общем сценарий приблизительно точно так же повторяется с другой стороны мне кажется нужно все таки стрелять не в руки раз это не помогает а в ноги чтобы бегал менее резво вот теперь ты шатаешься но наверное это не сильно помогает промахнись же ж да что такое хрена себе сколько у них очков действия нужно срочно реанимировать будет дайса да да причем 8 очков действия требуется ух пизепи естественно теряет контроль потому что у нас дайс упал так тут у нас вплотную к нам стоит чувак но мы можем стрелять в него ни с чем кто у нас следующие ага ну наверно вот сюда надо выстрелить прекрасно из дробаша не помогло хм это у нас кто ходит из нас ходит Михалыч Михалыч по идее может подойти куда-нибудь сюда на 5 очков действия давай двигайся что-то не хочет Михалыч двигаться ну ладно подвигался наконец таки и стреляешь 67 таки 67 ей дайса подняли это радует теперь можно отбежать и пострелять сюда ну и два выстрела одиночных к сожалению работают они так себе и здесь мы ничего не можем сделать кроме как встать наверное на овервоч и я бы не хотел стрелять бы сквозь своих спасибо вам незнакомца теперь когда данглера нет остальные придурки в коже просто уйдут я извините мне надо собраться с мыслями зайдите потом ко мне домой и я вас отблагодарю прекрасно до встречи дайте мне поднять Бориса потому что Борису немножко хреново у нас очень много левилапов как ни странно выполнили ряд квестов и давайте сделаем вызов ух вы столько всего набрали говорит нам вот эта подсказочка типа что не можете шагу сделать надо что-нибудь выкинуть проблема в чем проблема в том что у нас к сожалению травма головного мозга но травма головного мозга сама пройдет через 400 с лишним секунд это скорая это прям вообще меньше 10 минут осталось ждать но тем временем надо бы все-таки немножко распределить лут чтобы дайс мог двигаться куда мы его перераспределим ну вот сюда например к скотчмам неграфагист пишет в чате в один момент игра вынуждает тебя расстаться с одним из компаньонов а я проходил без напарников 4 персонажа забрали персонажа со взломом дальше я пытался пройти игру как можно быстрее но долго не хватило что даже так прям расстаться с персонажем но там по-моему есть какие-то альтернативные варианты то есть типа можно не со своим персонажем расстаться а можно сделать так чтобы кто-то другой пожертвовал собой вместо этого персонажа спойлер спойлер включи спидхак увеличь скорость на 4x ну как-нибудь мы это обязательно сделаем но все-таки похоже не в этот раз что мы видим пожарный топор и пояс верности машинка для стрижки интересный пистолетик хорошее название чемоданчик с наручниками камень али добавляющий зоркого глаза ммм зоркий глаз в принципе неплохая штука так мобильная пехотная броня это тяжелая броня налетчик это более простой дроваш у нас более крутой теперь у нас перегруз у скотчма забавно куда мы это отдадим по-моему пизепи достаточно еще места да или нет или нет или ни у кого вообще места достаточно уже не осталось просто вообще ни у кого а нам нужно реально 10 фунтов куда-то перебросить ух печаль беда а что если мы попробуем поразбирать оружие смотрите работает страта тащат к сожалению броню разобрать нельзя ее надо продать где-нибудь будет ммм ну что мы сюда полутали теперь осталось обижать наверное других непсей поговорить посмотреть что тут еще есть тут вот враждебные ребята какие-то я убираюсь отсюда к чертовой матери говорит страж башни засейвимся по этому случаю подойдем к нему поближе можем ли мы его взять и убить наверное можем хмм а что у него из лута а ничего просто огромные ничего но не у нее не все таки на самом деле видите здесь сработала ловушка печаль на самом деле у них есть экспириенс они его скрывают от нас в их спа да вот правильно дейдример говорит лутый а тут у нас экспа за лечение у всех экспа тут экспа там экспа куда не повернешься кругом экспа что здесь есть возможность взломать взламываем это тоже кстати экспа как ни странно а за экспой стоит еще одна экспа вы не поверите что у нас у нас здесь какой-то склад на котором стоп 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 надо сделать сейф потому что здесь не стопроцентный далеко у нас шанс взлома но явно нам сейчас нужно будет продавать и разбирать кучу вещей что же нести мы это с тобой не можем что у нас ионный бластер к сожалению пизепи опять оказывается перегружена ионный бластер я бы продал просто я бы даже его не разбирал бы что мы можем вместо этого разобрать у кого-то не так что много у нас что есть но вот есть всякие пожарные топоры но они тоже относительно дорогие как ни странно я надеюсь сейчас у дайса закончится эта хрень с минус силы и прочим остальным всем а пока мы просто сейвушки будем делать и взламывать дальше получается ты насобирал дебафов к работе своей а надо себя перед работой бафать и все будет лучше да бафать это правильная мысль дебафать это неправильная мысль ну смотрите как пизепи смешно семенит ногами она все-таки немножечко двигается еле-еле по чуть-чуть м60 еще один перегруз ну это серьезный перегруз на самом деле наверное хотя бы вот это надо разобрать и все равно не хватает да сколько у нас 71 секунды это где-то минута можно провести эту минуту в созерцаниях того как наши персонажи еле-еле передвигая ногами весело семенят хе-хе-хе ом тут еще какие-то здания есть вот давайте попробуем посмотреть что здесь у нас а ну да проблема в том что у пизепи у нас находится скилл в персепшеном у нее дополнительные плюс два зорокого глаза имеется поэтому от нее наверное нужно все-таки эту бронь передать кому-то например дайсу и теперь это должно хватать да и в дополнение в навыках надо бы зоркий глаз бы увеличить до 9 давайте поднимем тут нет я надеюсь ничего больше ну тут отмычки у нас имеются почему бы не воспользоваться ими и не отмычки а возможность снять сигнализацию хотел сказать когда ничего из предложенного инди так и не посмотрел спросил каш резингера или не приглянулось ничего нет на самом деле я ничего толком посмотреть не успел еще одна проблема нехватки времени постоянно что-то предлагают люди хорошее замечательное даже но не успеваешь ничего надо взять действительно отпуск свалить на полгодика в отпуск ох план мечтать не вредным hair and shoulders забавным и завитое свиной хвост конечно же куда без него у нас есть еще одно здание в котором еще есть ящики продолжаем это невозбранно лутать здесь у нас опять таки есть сигнализация и опять таки успех только посмотрите что у нас тут какой-то ящик на котором нарисован красный крест да нам это точно нужно скотч ему поплелся взламывать у него уже нету сил тащить это все с собой но он взламывает очередной замок потому что там может быть лут даже тот который он не унесет все равно обязательно нужно взломать полутать даже если этот лут нас похоронят под собой мы его не оставим и мы находим шляпу в общем полная шляпа здесь ну вот в общем как то так можно еще один замок взломать для экспириенса конечно же куда же без экспириенса критический успех кстати нужно левелап носа не забываем про левелапы ну и поехали к мэру поговорим с мэром узнаем собственно как него дела чё к чему но я кошелек ничего не пришло спрашивает 4 тк 75 как себя правильно кстати читать как напиши мне как прочитать правильно а то вот некий с цифрами временами не то что тяжело прочитать они вызывают полное недоумение и фрустрацию но я сейчас проверю да яндекс кошелек спасибо тебя заранее чтобы я там не нашел на этом кошельке все до последней пылинки с собой утащит дайс ну да именно так и там вот еле еле тащится скотч мы шевели ногами очень рада что мэр ванграс вернулся на свое законное место спасибо рейнджеры вы пришли за названиями тех пересекающихся улиц где зарыт груз о котором я говорила да спасибо тебе это угол манчестера и центральный я покажу вам на карте ну санта моника это все вообще собственно лос-анджелес насколько я понимаю просто разные места разные районы лос-анджелеса вам нужно копать на углу заправки там кое-что есть но будьте осторожны там довольно опасный квартал ясно а мэр у себя да проходите вглубь он в кабине в кабинете конечно же пытается все восстановить как оно было до появления придурков на кошельке списание с долги пишет код Шридзингера окай а почему ты так вот разговариваешь вроде бы говорили есть какая-то возможность с ней побеседовать на тему и от этого даже не акцент этой манеры речи и узнать что на самом деле она просто прикидывается просто пытается соответствовать образом понимаете ли но я уже забыл как это делать когда нужно а вот и вы рейнджеры спасибо жаль только что вы не смогли ничего поделать с болезнью вы не смогли помочь нам вылечить больных но вы освободили наш город и мы благодарим вас можете использовать наши ряды передатчики если сможете сделать так чтобы он заработал так стоп а мы что теперь не можем лечить болезнь после того как мы спасли их от придурков нельзя это вот в таком порядке делать вы что издеваетесь вы хотите сказать что игра настолько тупая и конченная что нельзя вот эти два квеста в другом порядке выполнить ну извините это просто дичь нет серьезно у меня все еще есть надежда что просто вот так вот поставленный диалог у меня есть возможность исправить это если нет то ну нахер этот вейсленд так мы тут добыли рецепт текилы благодарю вас одной проблемой меньше больше я его крису не доверю твой сын нам обещал долю в прибыли от текилы если мы ему поможем а что нам предложишь ты видимо никто ничего не делает по доброй воле даже представители закона ладно вот награда за то что выполнили свою работу спасибо так я какой-то другой вариант пропустил в диалогах ну ладно чем еще мы можем помочь ну во первых пока тут верховодили придурки в коже мы потеряли связь с нашими лучшими торговыми партнерами надо сообщить им что мы снова в деле есть путь если путь заведет вас в храм ангела передайте пожалуйста их лидеру что придурков больше нет и Роди снова ведет торговлю волос говорит а я все пропустила не понимаю бэграунд батхерта с последовательностью этих квестов батхерт в том что здесь совершенно непонятно что в каком порядке делать и есть какой-то особый специальный порядок в котором все правильно нужно делать но он ни хрена не вытекает из того о чем собственно говорят персонажи как развиваются события и в общем это вызывает злость реально и фрустрацию ты пытаешься сделать все правильно а потом тебе говорят ну извините вы не смогли нам помочь что значит не смогли помочь я решал проблему в порядке их поступления ну нет все вот если ты спас этот город от бандитов теперь ты не помнишь можешь спасти его от болезни надо было от болезни раньше спасать тогда можно было от того и другого спасти чего блин серьезно в жопу идите так отлично мы скажем им в храме ангела что вы снова торгуете превосходно обязательно поговорите с мистером мансоном если он все еще за главного еще раз спасибо так много умерших как жаль новостей нету пипец так куда нам куда нам куда нам нам к скотч мы хе-хе-хе-хе так ну че если с этим разобрались то а что там на спиртзаводе теперь творится давайте сюда заглянем нужно взломать пожалуй ну логично говорит волос люди которых ты должен был спасти уже умерли от болезни да это жил скул говорит кашизингера вы че не признали хе-хе-хе-хе-хе да олдскул он такой тот был тот чувак который заправлял этим заводом я занят валить отсюда буду трахаться говорит ну понятно серьезные деловые приговоры у него там теперь бы заглянуть к доктору бы еще не помешало вообще всем остальным бы не помешало бы заглянуть Данте крестьянин Данте что нам нового скажет спасибо чужаки когда вы убили стрину Данглера Беатрича сбежала из города и я чаялся я очнулся от ее чар ко мне вернулся разум возьмите горящую картошку Хеймана в награду она пробьет взрывом почти что угодно пока пойду спрошу Вергилия примет ли он меня обратно видите как все просто то есть достаточно было разрешить проблему с бандитами чтобы девушка сбежала от чувака и он прозрел типа оказывается она то не ради него здесь была кто бы мог подумать то а серьезно сам виноват что не знал что болезнь убивает быстрее чем бандиты да я понимаю что я сам виноват что ж тут скажешь то резонно это божественный фарс какой то говорит Куршризингера не знаю это Весланд по моему мне кажется даже в главной менюшке написано спасибо чужаки когда вы убили Данглера Беатрич избежала из города я очнулся от ее чар я вернулся туда где мое место Вергилий говорит я тоже и мы в долгу перед вами спасибо отлично чужаки да ты в безопасности а вы доказали что достойно доверия с удовольствием помогу вам рассказать что пустынные я с удовольствием помогу вам рассказать всем что пустынные рейнджеры хорошие ребята сейчас соберу инструменты и встречусь с вами возле башен я вам это радио 2 счета починю у тебя нет наполнителя для кошечих лотков чё зачем от радиации ну не знаю так соберу инструменты и встречусь с вами возле башен прекрасно ну там не знаю по пути к башням наверное где они вообще банк дом данте может башни вообще не здесь нет вот радиовышки они здесь как раз где мэр был понятным ну здесь мы наконец-то можем потрогать ура ура не за патроны наверное теперь за норму что это вообще как это понимать согласен еще на тысячу придуроков лишь бы был способ вылечить моего партнера что происходит вообще в общем поторговали все эти отсылки к божественной комедии здесь совершенно не к месту говорит код шейдингер вергилий данты зачем получается отсылки ради отсылки но это вот то что мне не нравится в атоме там тоже полным полно таких отсылок к разным советским и российским реалиям российским личностям там постсоветским и прочему и там просто кругом эти отсылки кто-то якубовича встретишь что там ленина то еще кого-нибудь дичь не понимаю почему врач не дает нам увидеться с Томом так а как там врач сам вы еще не нашли микроскоп как неутешительно нас поджимает время можешь нас подлечить покажи где болит хоп вот теперь все будет в порядке спасибо спасибо кошачий туалет извините сначала помогите мне найти лекарты то есть все таки есть возможность найти лекарства то есть может быть это просто кривой диалог тупой в котором говорится что мы не смогли помочь им избавиться от болезни хотя в принципе у нас есть еще такая возможность наверное да будем считать что у нас есть еще такая возможность а мне эти ссылки нравятся пишет и дример ну и ну я бы ради найти задорного ли еще еще а был бы рад найти задорного ли еще там кого ну предположим ты его нашел как бы что дальше это во первых разрушает мир игры это сразу же добавляет что-то такое искусственное в мир этой игры что там по идее не вписывается по самой его логике но существует ради того чтобы сделать отсылку какой-то реальной личности реальным событиям окей если это оправданно сюжетно или как-то еще иначе именно с внутренней логики игры но мы как раз сейчас ведем речь об во всяких отсылках ради отсылок когда просто кого-то вставили в сюжет и все идите сюда чижаки у меня кое-что для вас есть палочка-выручалочка я знаю что вы не можете целить больных но вы вернули нам город вы вернули мне бар а это дорогого стоит вот возьмите сохранилось здесь мир может быть это поможет вам сохранить шкуру в целостности продаем барахлом и продаем все остальное продаем вообще броню наверное в первую очередь тяжелые вот такие штуки продаем гамма-бластер нам точно не нужны машинки для стрижки точнее гамма-бластер нам как раз нужен там что-то другое ионные балластеры по-моему продали да рукопашная не нужна фигня лишние гранаты продаем страна не ту продали похоже но бывает клейкую ленту продаем малый прицел продаем совершенственный чок тоже туда же глушитель не знаю надо подумать горячая картошка хейнмана мощная взрывчатка хрен его знает зачем она нам пригодится но видимо пока придется оставить металлическая стойка от кровати тоже непонятно зачем нужна одежда одежду продаем золото нужно ли где-то золото будет вот вопрос ростки агавы лапа кенгуру мутанта сколько всякой дичи которая непонятно понадобится нам или нет вот эту штуку точно продать можно плюс к механике тоже наверное можно прочитай сообщение дидример говорит я часто сразу додумываю историю как человек попал в такую ситуацию где он оказался фантазия работает в этом ключе так сказать а вот без графики сложно играть туда фантазия не работает без графики играть это ты про какие-нибудь рогалики или может быть ты про книжки где графики нету и поэтому очень сложно с фантазией когда читаешь книжки а обычно у меня нет чек аналогичности отсылок иногда шутка это просто шутка как сказал главный сценарист река и морти да иногда бывают ситуации когда шутка просто шутка и она вот встречается один там или два раза за игру и все классно но иногда и не просто на каждом шагу как например в том же атоме и ты смотришь на это и думаешь такое впечатление что разработчики просто не нашли способа каким образом им реализовать интересных персонажей интересные квесты истории изменили их такими достаточно низкосортными отсылками вот ну вроде получше должно стать да ну вроде да что еще у нас осталось еще продать то дробаши винтовки пожалуй надо бы продать все-таки шпастые браслеты так продали дальше шипастый кастет украшение множитель крита но минус уклонения в печку тоже в печку нужно ли нам этот опрыскиватель вообще хрен знает в игре вы знаете хотелось бы видеть квестовые предметы в виде какой-то отдельной категории чего-то что не занимает место в инвентаре и веса то есть чтобы ты мог знать что если у тебя есть какой-то квестовый предмет то это квестовый предмет а не что-то что тебе вот нужно ломать голову продать или не продать хорошо теперь к вышкам идем и у вышек никого нету это однако срабатывает катсцена подбегает к Вергилий к нам я сейчас это починю говорит он свистня и он появится человек Вергилий вот так должно сработать еще раз спасибо вам рейнджеры ура человек Вергилий спасает день теперь нам нужно установить ретранслятор у кого были ретрансляторы самый важный вопрос кому в этот раз они достались вот они у скотчма и база в Санта-Фе слышит вас АК-1 продолжайте мы подключили ретранслятор к передатчику вроде прием молодцы АК-1 сигнал устойчивый если сядем на их несущую то сможем удвоить охват сейчас же начну транслировать наши сообщения где-то еще есть люди которые про нас пока не слышали конец связи итак сколько у нас квестов есть этот квест все еще активен на излечения лучше защитные костюмы конечно же восстановить связь с цитаделью в Аризоне для этого нам нужно подключить ретрансляторы радиус радиовещания это тоже самое по сути сообщить в храм ангела это определить уровень опасности таинственных радиопередач мы должны узнать больше таинственных радиопередач которые слышали в Аризоне нужно найти их источник и выяснить уровень его опасности для нас видимо что это какой-то такой метаквест что-то большое ну вот с этой локацией мы почти разбрались дальше у нас впереди излечение местных от болезней и собственно я надеюсь все больше нам вроде бы возвращаться не придется придурков больше нет мы снова в деле рад снова вас видеть рейнджеры для вас ход всегда открыт красота пожалуй засеемся на отдельный сейв давайте и выйдем отсюда пойдем пойдем выйдем ну слышь спасибо 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 пока Продолжение следует...